Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Ну и получать данные о ходе посевной и уборочной кампании. Ну вот в целом республика поднялась на 30 позиций в рейтинге цифровой трансформации регионов, ну и заняла 9 место в стране. На освоение земель сельхозназначения, которые не используются более 10 лет, потребуется порядка 2 миллиардов рублей. Их площадь составляет порядка 60 тысяч гектаров, но на освоение каждого гектара понадобится более 30 тысяч. Об этом сообщили на совещании в правительстве. Ну вот всего в республике насчитывается 165 тысяч гектаров неиспользуемых плодородных полей. С 2019 года в оборот ввели порядка 100 тысяч гектаров, треть из них в прошлом году. Помощь оказали частные инвесторы в планах правительства к началу июня оцифровать и внести в систему РЭСПАК информацию о всех сельхозугодиях. Это, кстати, позволит лучше ими распоряжаться, но и ранее неоднократно фиксировали случаи, когда пашни превращались в свалку, ну либо карьеры по добыче гравия. Горопромышленный комплекс. Наша визитная карточка в прошлый год показала, что можем добиваться хороших результатов. 247 миллиардов рублей в объем производства сельскохозяйственной продукции в прошлом году. Рекордный урожай зерновых 5 миллионов тонн. В Башкортостане земель сельскохозяйственного назначения общая площадь составляет 7,3 миллиона гектар. Из них половина это пашни, 3,7. Не вовлечены в оборот как минимум 465 тысяч гектар сельскохозяйственной земли. Региональный медсельхоз предложил создать в республике земельный банк. В него будут включать свободные земли сельхозназначения, которые могут заинтересовать инвесторов. К слову, для реализации крупных инвестпроектов в республике требуется 102 тысячи гектаров. Из Уфы в Самарканд запустят прямые авиарейсы. Первый самолет авиакомпании «Азимут» вылетит из башкирской столицы уже 17 февраля. Об этом сообщил глава региона Ради Хабиров. Он отметил, что дополнительное авиасообщение между Башкортостаном и Узбекистаном даст больше возможностей для путешествия и бизнеса. Время в пути составит 3 часа. Полеты будут совершаться один раз в неделю по пятницам. Стоимость билетов от 4 тысяч рублей в одном направлении. Ранее попасть в Узбекистан можно было на двух рейсах. В Ташкент и на Манган. О запуске новых рейсов стороны договорились во время визита башкирской делегации в дружественную страну в мае прошлого года. Также с сегодняшнего дня возобновляются еще и регулярные маршруты из России в города Казахстана. Это Астану, Алматы и Атырау. Питомник для выращивания и содержания беловежских зубров может появиться в природном парке Мурадымовской ущелья. Ученые Башкортостана считают, что это наиболее подходящее место. Об этом сообщил министр природопользования и экологии Ниас Фазылов. Но вот он отметил, что поступило еще два предложения от бизнеса. Предприниматели хотели бы организовать работу питомника в геопарке Таратау, но еще и в охотничьем хозяйстве в Стерлибашевском районе. Окончательное решение будет принято после изучения среды обитания в Белоруссии, откуда планируют завести первое стадо. С 6 по 10 февраля комиссии специалистов ученых и органов власти запланировано посещение Республики Беларусь в государственное природное учреждение Беловежской пущей. По результатам будет сформирован план график реализации продукции и представлена окончательная смета реализации данного проекта. Ну вот Мурадымовское ущелье является одним из пяти природных парков Башкортостана. Власти региона активно работают над увеличением туда туристического потока. Ну и недалеко от входа в ущелье, где находится знаменитая пещера, для инвесторов выделили семь земельных участков. Их можно использовать для реализации турпроектов. Но вот рядом находится еще и комплекс «Лесная сказка» с гостевыми домами, отелем и банкетным залом. К этому часу эта вся информация. Оставайтесь с РБК. Редактор субтитров А.Семкин